МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 98-м году приехали сюда с супругой, увидели этот дом. Правда, от дома на самом деле можно было только видеть стены и покрытую крышу. Не утепленная, ничего, а просто от дождя закрытая крыша. Нам очень понравилось место, и у нас в голове созрел план о перестройке этого дома, улучшении его внешнего вида и улучшении участка, который здесь был. Участок, конечно, представлял убогое зрелище. Практически 60 машин здесь грунта и песка для того, чтобы выровнять, восстановить и более-менее благоприятный вид привести эту территорию. Изначально, когда приехал, посмотрел дом, изучил его, фундамент был сделан из блоков ОБС-50-ки, цокольный этаж был перекрыт, пыльами перекрытия. Стены были сделаны из керамзита бетона. То есть ставились щиты и заливались полностью стены с армированием. Значит, естественно, это нам понравилось, потому что дом, по идее, должен был быть тёплым. Что касается конструктивы крыши, она там ломаная вся, да, но это мы уже её утепляли сами дополнительно. Она была как решето изначально. Использовались различные материалы, в том числе и минваты, и другие утеплители, и отражающая изоляция. То есть как бы всё дело для того, чтобы создать комфорт в доме. То, что мы видим сейчас, выдвинутая часть сюда вперёд, наверху, где сейчас оранжерея стеклянная, там, значит, был просто балкон. Ну, так как вроде бы как бы так на природе, и вроде балкон, мы решили семьёй использовать это место для того, чтобы зимой, может, было тоже наслаждаться природой. Для этого была конструктивна, будем так говорить, в конструкцию дома вписана вот эта вот крыша тоже ломаная, и был сделан металлический каркас, и закрыты все стены, будем так говорить, боковины, именно стеклопакетами для того, чтобы тепло, уютно и в то же время наблюдать на природу. В общем-то, это функциональное место получилось. Там и расположили растения, где, в общем-то, вегетируем. Если обратим внимание на крышу дома, видно, что она очень сильно изломана. Были вопросы по снегоотводу и водоотводу. То есть вот этот вот актуальный вопрос очень стоял, потому что площадь крыши, на самом деле, она очень такая большая. Кажется, что маленькая со стороны, но когда забираешься туда, там видно, что она очень... Значит, вот на той самой веранде, о которой мы говорили, значит, видно, что там стоит снегозадержание. Для чего? Потому что вот эта вот самая основная часть дома, она закрыта крышей, в которой уклон имеет более пологий градус. И для того, чтобы не загружать снегом вот эту среднюю часть и не утяжелять дом, значит, основной снег остается все-таки на крыше, которая у нас на веранде. То есть снегозадержание там стоит. Значит, на остальной части крыши снегозадержание, даже вот я оставил, я его убрал, потому что вес очень тяжелый на самом деле. Сейчас снег сходит сам, значит, металлочерепица покрытия, скользит хорошо, не удодерживается снег. Даже когда идет маленькое подмерзание, все равно при маленьком солнышке все это дело сходит. И на крыше организован водоотвод. Вот водоотвод хорошо сделан, желоба для того, чтобы именно с угловой крыши собирать воду и отводить по тем желобам, которые уже в уходе принесли. Общая площадь этого дома составляет 130 квадратных метров. На первом этаже мы наблюдаем общую большую залу, где мы собираемся, как бы сидим, общаемся. Кухонное помещение, жилая комната, туалетная ванная комната и бойлерная, та самая котельная, которая нам позволяет топить этот дом. На втором этаже у нас три функциональные жилые комнаты и зимний сад, который, в принципе, тоже функциональный, там можно жить. Он закрывается шторками, жалюзьями, можно использовать как жилое помещение. Одна из стен этого дома направлена на северную часть, и она очень холодная была. Что пришлось сделать для того, чтобы уменьшить потери в доме? Пришлось ее утеплить. Значит, здесь использовались утепляющие материалы, в том числе фольгированная отражающая изоляция, которая максимально, будем так говорить, сохраняет тепло и комфорт в доме. В том числе и потолок весь по всей площади вот этого вот помещения. То же самое был утеплен материалами, в том числе и фольгированной отражающей изоляцией, для того, чтобы именно саккумулировать все тепло именно вот в этом помещении. Отопление дома выполняют металлические и биометаллические радиаторы. Сейчас, в данный момент, отопление происходит от электрокотла, и в паре с ним работают пилетные котельные, которые позволяют отапливать дом тепло. Теплый пол присутствует на всей площади этой большой комнаты, в коридоре, в ванной комнате. Там, где именно те зоны, где мы часто бываем. Камин, который мы здесь наблюдаем, он полностью в рабочем состоянии. Мы очень любим ему пользоваться. Это очень приятное и комфортное тепло, которое идет от него. Значит, изначально он присутствовал в этом доме. Значит, что мы с ним сделали? Мы его, будем так говорить, облагородили. Значит, огнеупорным кирпичом выложили всю вунную топочную. Здесь применяются комбинированные отделочные материалы, в том числе искусственная отделка под камень. И вот мы видим такую деревянную, будем так говорить, конструкцию, которая очень вписывается в интерьер камина. Изначально лестницу, которую мы с вами наблюдаем, она была конструктивна из дерева. Она нас не устраивала, потому что это была лестница скрипучая, хрустящая. Она нас постоянно тревожила за звуками, еще и некомфортная была. Она была узкая. Значит, наше решение было это сделать лестницу более надежной, капитальной. В связи с чем были приняты технические решения по изготовлению бетонной конструкции с армированием и отделкой этой лестницы под дерево. Вот эта сейчас лестница с поручнями стала нас устраивать и очень приятно по ней стала ходить. Решили сделать зону отдыха небольшую. В том числе у нас выход из дома позволяет реализовать это. Значит, решили сделать патио. На патио поставили большой стол. У нас раздвигаются стулья для комфортного отдыха при прямоврождении. Здесь у нас лежаки стоят, если летом солнышко позволяет. Значит, эта патио у нас многофункциональная роль выполняет. Значит, там же и маленький прудик, где лягушки квакают. И очень приятно слышать вечером это кваканье. А как была реализована эта конструкция? Значит, в связи с тем, что у нас грунты двигаются и очень тяжело в Подмосковье сделать так конструкцию, чтобы ее не ломало, в общем, постарались сделать ее максимально усиленной. Здесь был до метра двадцати выбран грунт. Соответственно, пересыпка песок, щебень, все утрамбовано. Железно-металлический каркас был сварен и залито бетоном. Хорошие марки, крепкая. И после этого было облагорожено отделочной плиткой. Для того, чтобы эту зону выделить из основной части участка, значит, были приобретены перголы и по периметру высажены растения, которые нас радуют. Создав такой комфорт на участке и за городом, мы практически стараемся постоянно отдыхать здесь при первой возможности. То есть каждый выходной мы всегда здесь посещаем. Если какие-то праздники, выходные, мы всегда здесь. Ну а летний период и весенний-осенний, когда есть возможность, мы тоже всегда здесь. Наслаждаемся природой и воздухом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова